Да-да-да. Слушай, да я сам не поверил. Ага, да куда там? Слушай, я у тебя тут хотел спросить кое-что. Алё. Алё. Чё со связью? Регистрация завершена. Уровень сложности. Десятка червей. Название игры. Жизнь. Правило. В ближайшие 40 лет вы должны вставать с утра пораньше и ходить на работу, которая высосет из вас всю жизнь. Игра началась. Не понял. И чё это сейчас был запизде... Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал «Коротко, а не коротком». С вами Кин, и игра начинается. Обычный паренёк Ирису вместе с друзьями, Кару Баичёта, при необычных обстоятельствах попадают в альтернативный Токио. Главное отличие от оригинала в том, что в нём исчезли почти все люди. А те, кто остались, вынуждены играть в игры на смерть. Игры эти обозначены игральными картами. Масть карты обозначает тип игры. Древ и командная битва. Бубная игра на сообразительность. А вот червы. Самая хлопотная масть. Игра на предательство. Игра сердцами людей. А цифра её сложность. Победители игры получают визу на жизнь в этом мире. На количество дней равное числу на карте. Проигравшие в играх получают смерть. По истечению визы, если не участвовать в играх и этим не продлевать её, смерть. При попытке покинуть уже начатую игру, думаю, понятно, смерть. Ириса на руку играет то, что он достаточно внимательен и умён. Но вот сможет ли он выбраться из этого мира? И кто стоит за всеми этими играми? Вы узнаете в сериале «Алиса в пограничье». Так, для начала, почему «Алиса в пограничье»? Как, думаю, уже понятно, потому что сериал является своеобразной аллюзией на произведение «Алиса в стороне чудес». Хотя, в общем плане, здесь от Льюиса Кэрролла, ну, совсем немного. Разве что можно подметить некоторые сюжетные моменты и имена персонажей. Ирису, он же Алиса, шляпник, чешир и кролик. Может, и ещё кто-то есть, но это самые явные, кого я заметил. Да и то пришлось лазить по разным фан-сайтам, чтобы сверить информацию. Сам сериал основан на одноимённой манге Аро Асо. И, помимо экранизации Нетфликса, имеет аниме-вариант. И, признаюсь честно, аниме меня затянуло. Красивая графика, динамичная подача, и я бы с удовольствием посмотрел его дальше. Да вот беда, оно кирам оборвано. В нём только три серии по 20 минут. И заканчивается оно на самом интересном. Если так сравнить, то главное отличие сериала от аниме в том, что в аниме нас сразу забрасывают в сюжет. А с персонажами мы знакомимся по ходу дела. В сериале же нас сразу немного вводят в курс, знакомя с главными героями и их характерами. Ну и, соответственно, по ходу происходящего мы узнаём о них всё больше. Во всём же остальном, первые три серии сериала — это более растянутые серии аниме. Мангу перед обзором я прочитать не успел, а поэтому с ней сравнивать я не могу. Но давайте сделаем так. Если вам понравится этот обзор, и он соберёт 100 лайков, то я прочту мангу и сделаю ещё одно, скажем так, сравнительное видео. Правда, я никогда таким раньше не занимался, но думаю, будет интересно попробовать. Самое главное, что мне понравилось — это то, что в отличие от других аниме-тайтлов, где главный герой попадает в какой-то мир игры, и там ему надо, например, найти супер-меч, или же он супер-залупер-избранный, здесь Ириса и другие — обычный парень. Такой же, как и другие игроки. Да, он умён. Но умён не в духе Киры из тетради смерти, просчитывающей 100 миллионов ходов наперёд, а просто умён и внимателен, чуть выше среднего. Ну а помимо него есть и другие не уступающие ему умники, благодаря чему нам становится проще ассоциировать себя с ним, а следовательно и больше за него переживать. Вообще, я где-то наткнулся на информацию, что создатели заявили, мол, вы с первых пяти секунд поймёте, захотите вы смотреть сериал или нет. Сильное заявление. И, как по мне, это бред. Ну ладно, ладно, может я не прав. Вот вам первые пять секунд, начиная со старта первой серии. Ну что, как? Захотели смотреть сериал или нет? Будем честны, первые пять секунд в сериале говно. Да и первые пять минут тоже. На самом деле, сериал начинает набирать обороты только к середине первого эпизода. Или даже ближе к его концу. Но вот то, что когда он, набрав обороты, начинает затягивать, я отрицать не могу. Конечно же, если вам по душе такие фильмы, как Пила или же недавние Клаустрофобы. Вот именно с последними лично у меня больше всего ассоциировался сериал. Но помимо того, что сериал динамичный, он также имеет и немалый эмоциональный накал. Пик которого, как по мне, приходится на третью серию. Что в аниме, что в сериале. Да, дальше по ходу происходящего тоже будут тревожные, даже немного пугающие моменты. Но всё же третью серию в плане эмоций они не переплюнут. Думаю, кто смотрел аниме или посмотрит сериал, понимает о чём я. Вообще не стоит рассчитывать на нечто лёгкое. Смерть и кровь в сериале будут на каждом шагу. Но если вы не переносите вида мяса, костей или прочей человеческой требухи, то не переживайте. Да, в сериале много крови, но не через край. Красных фонтанов, заливающих всё вокруг и мерзотных деталей здесь не будет. Касательно персонажей, не скажу, что они прям супер глубокие. Но всё же и пустышками их назвать язык у меня не повернётся. По ходу сюжета мы будем узнавать их прошлое, их жизнь, их проблемы и переживания. Каких-то персонажей нам раскроют лучше, а у каких-то просто покажут флешбеки из прошлого. Ну и конечно же, как не отметить одну из лучших составляющих сериала? Испытания. Ближе всего я бы сравнил их с пятой частью Пилы. Почему именно с пятой? Дальше будет спойлер к пятой части Пилы. И если вы не смотрели этот фильм и не хотите его знать, то перескакивайте вот на это время. Так вот, в пятой части в конце мы узнаём, что все герои могли выжить, если бы держались вместе и помогали друг другу. Хотя в правилах это не указывалось. Если бы действовали вместе, то все бы спаслись. Вот суть игры. Тут ситуация та же. Есть задание и способ его решения. Но помимо очевидного способа, подсказки в испытаниях надо искать между строк, включая свой ум и наблюдательность. Сами же задания устроены дико интересно. И сразу хочется узнать способы их решения. Также сразу становится интересно, какой будет следующая загадка. Единственная загадка была как раз таки в третьей серии, где я не смог найти никакого альтернативного способа ее решения. Ну а в некоторых других, предполагая тот или иной вариант, я смог догадаться, как все устроено. К минусам могу отнести, по крайней мере в первых трех сериях, это сравнительная подача информации. Сравнительная с аниме. То есть, например, в первой серии Корубы хочет по незнанию покинуть игру. Но Энн его отдергивает и показывает, что может случиться. Эй, оставаться опасно, надо валить. Стой! В сериале же все стоят на месте. И информацию нам просто бросают в лоб. И таких еще несколько моментов. С одной стороны мелочь, конечно, но глаз зацепился. Зато вот к актерам никаких ни претензий, ни минусов. Как по мне, ребята отыгрывали на все сто. И, по крайней мере, я верил в их эмоции. Ну и на этом, пожалуй, подведем итог. Алиса в пограничье. Динамичный сериал в атмосфере пустынного Токио. Для любителей задач и головоломок. Философия, в котором граничит с психологией и жестокостью человеческой натуры. Признаюсь честно, у меня было предвзятое отношение, что к этому, что к другим азиатским проектам. Наверное, я ждал море крови, отрубленные руки, кишки, неуместные гримасы и что-то в этом духе. Но меня приятно удивило то, что нет, тут этого нет. И, как по мне, Алиса вполне может конкурировать со многими американскими проектами. Ни в чем им не уступая. Ну а на этом у нас все. И всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Иначе вам выпадет десятка червей. Также обязательно пишите в комментариях, будете смотреть сериал или все же пропустите. Ну а в описании я для вас оставлю ссылку на просмотр сериала. А также ссылки для вашей поддержки канала. И ссылки на мой инстаграм и группу ВК. В которые мы выкладываем различные новости сериалов. Также, если захотите поддержать канал, то в этой группе вы сможете приобрести прикольные стикеры. И не забывайте, что каждый четверг мы вместе на стриме смотрим разного рода короткометражки. И я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И увидимся в следующей серии. Пока.